алексей васильевич подскажите пожалуйста зачем женщины портят настроение хочется быстро ответить но быстро ответить не о чем плюс разбежаться сначала потом уже отвечать и так когда я рассказываю там схемы поэтому всем к 33 опять отсылаю то есть опасно и полезно и самое опасное это не принятие собственного бессилия а самое полезное это естественно собственное могущество проверить вас проверьте проверить собственное могущество могу я его поэтому когда женщина говорит а ты не подкидывайся я вот опять же был у меня такой печальный опыт как раз мы первый раз тогда проводили это упражнение или не первый ну как один из первых замена мужчин и женщин где ролями то менялись вот и там отыграли все эти семейные конфликты наезды все и я прихожу домой счастливый после упражнения там все супруга мне что-то там на стол с гандабилами я ем рассказываю все она такая что-то невкусно сготовила обалденно вкусно я что-то не то ляпнула нет ничего все нормально подожди что случилось вообще все обалденно я сегодня вечер прекрасно подожди ты почему вот на это не подкинулся ты же говорю что ты нечаянно это говоришь я тоже думал что я нечаянно это говорю но я сказал а потом заметила что ты на это не подкинулся это значит я не нечаянно это сказала ты подожди она вы блин знаешь как страшно что страшно осознать осознать что раз ты на это от меня не покидываешься значит я для тебя не настолько важно значит у тебя появилась другая и у а вот так работает наша логика я прям сразу фразу из этого тот самый манхаузен зачем нам надо обязательно убить человека чтобы понять что он живой вот блин шикарно и вот я действительно и женщина проверяет я могу это или нет а то есть вот спектакль где играет хазанов и чурикова называется смешанные чувства и вот он там и давай поженимся рогать не так мы с тобой пока зубочистками тыкаемся тут мы откинем зубочистки возьмемся за ножи то есть вот в это вообще не я так смотрю чаще всего женщины это делают чтобы доказать себе что я еще могу на него влиять потому что но ежедва две системы кнут и при так пряник это конечно здорово но кнут как-то всегда бодрее очень бодрее а человек хуже всего переносит как раз чувство вины и не подкинуть мужа на чувство вины но это прям это должна уметь каждую женщину как-то обвинить его так чтобы он тринь так 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 и винтом пошел а когда так смотришь да ты чё очень жаль даже на вот как с манипуляторами например мужчина манипуляторы она специально хочет унизить чтобы это вот у меня супруга я уже про нее много рассказывал но она психолог высшей категории ты знаешь да и есть еще один формат такой работы называется у нас и киноклуб и иногда там девочки тетиньки заказывают фильмы а сейчас новая идея вот этот феминизм да мужики такие твари отомстить и вот и когда такой фильм супругу тоже приглашает она смотрит на это дело и так все время господи все ваше мужское коварство на уровне детского сада насколько коварна женщина и насколько мужчина это вот вообще несоизмеримо и когда вот это вот это вот мужское коварство детского сада говорят это надо способна наверно говорить только женщины потому что как вот когда женщина она с ребенком то ругается она же становится с ним одного возраста я когда смотрел когда у меня жена ругалась с ним не понимал кто из них старше вот и только женщина может жаловаться своей дочери на ее ребенка это бабушки экономия жена мама вообще это мой сын я твоя дочь но просто скажи ему ци ци все что ты мне на него жалуешься да вот она знаешь она господи вот вот этот этот момент женщина может быть жертвой в любом случае в любом когда я выгодно да поэтому говорит мужчина манипуля женщина-то не женщина мы не не что вы что вы поэтому все манипуляции мужиков по сравнению с женскими манипуляциями мое убеждение мой жизненный опыт подсказывает что все мужики-то дзецы они просто до колена не допрыгивают вашим возможностям и вашим так чтобы мужские манипуляции тормон прямо сильно даже если он такой вот прям весь злодей поэтому не ну ну может быть может но в этом случае вот в этом случае исключение только показывают границу нормы да настолько редко бывают такие мужики чтобы подкинуть женщин но женщина скриптами специально выпутишь но когда мне сказал там одна женщина у меня всего одно условие не делать и не были на а потом на три часа выясняли что такое больно не сразу все не сначала я всю физическую потом долго загонял это там мыло к мутной воде блин в угол потом я выяснил что больно это значит не по-твоему нет его но вы сейчас сделаем круг но хорошо допустим вот больно это не по-твоему скажи как по-твоему в каждый раз по-разному я понял что это обмылок он еще и стены растворяет так что девочки да проститься мне господи когда мне говорят про феминизм и так далее очень верю очень верю потому что у меня был вот этот вот проблематика когда у меня там это могу на каком-то из ночном эфира где рассказывал про это дело когда по семейному насилию я группу консультировал ну короче там обучали этих консультантов обучали консультантов хорошо же движется вот это вот движение с запада по семейному насилию у нас так выгодно к ним подсоединились ну то ли бабки попилить то ли еще это там целый телефон доверия и так далее вот там консультанты на телефоне доверия они первую ступень обучения прошли в женском кризисном центре а вторую ступень должны были в мужском кризисном центре тогда та еще там работал а мой коллега который должен был у них вести обучение он уехал в питер и замдиректора она так попросила сходите у меня нельзя туда почему у меня особый взгляд на домашнее насилие вот и расскажите им свой особый взгляд вы точно без проблем я пошел я пошел девочки давайте сначала уточним все что есть насилие что есть не носили потому что подносили можно все подгрести и они метят давай пример и критериями а примерами чем хороши примеры блин их можно тусовать как ухожь вот бывает экономическое насилие что такое экономическое насилие когда муж не дает денег его теперь я знаю что такое сексуальное насилие когда жена не дает а мне уже все я уже не мог вести я просто сидел и ржал ну ну блин я вот с этим насилием с манипуляциями и так далее ну потому что все вся система манипуляций если опять же начать да ну вот послушать мой 33 потому что я действительно когда мне говорят люди я слушал ваш 33 летами и хуже того я смотрел и делал упражнение и как он заставить его подождите что же значит заставить но то не соглашается подождите но уже должен подожди вы какой чей 33 смотрели потому что для меня понятие претензии неважно с какой стороны но претензия это уже самый бешеный косяк где этого там говорили ну тема любовь помните претензии на три человеческих на я тело и время это он с должен сделать вот этот выбор его тело принадлежит мне его время почему он сука вот даже начально вот эти три претензии это косяк называется зло ну там вот 33 вы можете в это верить не верить но вы учтите что в это верю я раз я в это верю как вы меня спрашиваете не но вы же умеете манипулировать людьми и вы представляете да но научите я учу как не манипулировать а вы хотите чтобы я вас научил манипулировать это как хирургу там или спасателю а вы не можете курс убийства провести как лучше убивать людей ну блин для меня это приблизительно также звучит ну вот я не знаю поэтому когда мне вот это вот все говорят я понимаю что это можно делать но вредно вредно выносить мозг друг другу вредно очень вредно обвинять очень вредно а потом очень вредно обижаться что он не подкинулся на чувство вины или она тоже очень я понимаю что мне неважно м жо жо м кто наезжает потому что вот а у нас вот ворчит больше муж а у нас больше вот ворчит воды какая разница кто недоволен ну я не давно мне не нравится и что делать вот если мой партнер говорит что ему не нравится ну если раз вы меня спрашиваете есть один ответ очень хороший очень жаль очень жаль ну не нравится все или как мой сын мне папа я хочу его ну хоть и не ну я же хочу его да хоть и много ты не знаешь чего я хочу и слабо богу что ты не знаешь чего хочет мама если мы тебе озвучим твои хочу это вообще ни о чем он так посмотрел задумался потому что все что-то хотят но кто должен исполнять наши хочу когда ты понимаешь что никто никому ничего не должен эта фраза вообще до сих пор у меня в интернете это народ буянит когда я чуть возьму так говна на вентилятор брошу стиль никто никому ничего не должен все все должны как это никто не должен каждый но никто не должен просто я не люблю переписываться да я люблю поразмышлять да а все остальное мне к сожалению надо беседовать и когда кто бы мне не убеждал что все это должны рано или поздно семья основанная на на долгах на дожествованиях разваливается но во всяком случае перестает быть семьей это может быть сохранится брак это может быть сохранится совместное проживание семьей быть перестает все печально но да и когда ко мне обращаются вот это сейчас отслеживаю личный опыт и так далее когда они действительно что-то там размышляют по поводу семьи размышлений там так далее одни благодарят что они еще не разошлись и сумели из брака снова разжечь костер любви так семьи и другие благодарят за то что они слава богу не стали мучить дальше друг друга браком и развелись и начинают дружить вот живут отдельно любят друг друга с дитями все хорошо и так далее и благодаря что мы вовремя разошлись спасибо что мы посмотрели потому что ну вот но нам перестали быть попутчиками а мучить друг друга дальше не самый лучший способ я не знаю что лучше поэтому я считаю что у меня две опять же а если так еще отослать по моему у козлова надо разводиться только тогда когда вы же друг друга не подкидываете все тогда уже вот тогда можно разводиться а если вы все еще психуете друг на друга но узнать что у вас чем куча недорешенных проблем живите дальше решайте да поэтому да а как только ты перестаешь подкидываться ну наверно у меня первый брак то развалился только тогда когда я уже перестал подкидываться вот у меня сначала там то 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 там последняя . раз вот после этого до свидания и дальше я очень люблю свою первую жену очень но жить с ней нет и я считаю это вообще преступление заставлять жить любимого человека с нелюбимым для меня это нонсенс и когда мне как как вернуть как ну сделайте так что он захотел или она захотела но если она не хочет жить со мной зачем мучить ее нелюбимым человеком рядом это раз я ее люблю я хочу чтобы не было все хорошо а ей вот это терпеть но это же каторга будет не жизнь ну короче это много размышлений и целое целое вечерние посиделки сеча что там еще какие-нибудь вопросы есть от муж скоро про вас выгонять скажи пожалуйста россия вот влияние предков на наше тело физическое и психологическое здоровье это рожденные болезни характер взаимосвязь да мне понравилась фраза сергей николаевича лазарева который записал написал диагностику кармы в этом есть шикарные фразы нет наследственных болезней есть наследственное мировоззрение вот когда понимаешь что все болезни от нервов даже те которые в удовольствии то самое незаметное это то что привели нам родители родители привели нам и запечатали в главу само собой разумеющиеся сср и вот в этой главе само собой разумеется мы туда не залазим вот почему самое первое упражнение из 33 до позволяет через дневниковую терапию залезть в эту главу и перетряхнуть произвести инвентаризацию идеалов потому что эти идеала не нам вот в таком возрасте в маленьком засунули в голову сказали что о какой дурак вообще на тебе женится вообще никогда замуж не выйдешь или мне там какая дура за тебя пойдет и так далее все я это услышал а мы слышим это в том возрасте в котором мы осознаем информацию некритично и она залезла в нашу голову и там живет все мама была права если мама не права мы находим того кто подтвердит слова мамы потому что мама бог я найду такую гниду которая скажет я да мама все таки была права блин поэтому вот хороший нет я лучше гниду найду это же лучше он подтвердит мама а я действительно несчастная вот а раз я несчастно это еще один вопрос почему мы столько знаю нихера не делаем ну потому что работа мозга по изменению стереотипов называется страдание мы сначала проверяем ту карту которую засунули в наш угол нам сказали вот так жить и мы подсознательно же думаем нового родители же плохого не позволяет вот они нам заложили и мы пытаемся ее понять ее проверить вот и мы вот вот чего не сходится сломали а усомниться в ней нет либо подбираем люди а просто вот да это просто человек был не тут атака мама права я на мне хорошего хотела и вот блин и вот когда ты понимаешь я помню когда я одной девочки обрушил нечаянно так грубо было ну смысле это была не консультация поэтому вот люди иногда пытаются у меня спросить по ходу дела там что-то прошло его а вот скажите вот это в курилке задать вопрос быстро ответьте они понимают что я отвечу у человека будет тройной перелом мозга со смещением и она меня спросила вот мама же меня любит что-то там это же априори нет смысле его ну любви еще надо учиться и там рассказал там и что-то это еще был вопрос и там я сказал что чаще всего мать с дочкой это соперницы всегда соперницы вот но открыто или не открыто с тяжелыми потерями или без тяжелых потерь это уже разница а еще взяли и вот тут и мне черт дернул взял я такие неопровержимые доказательства выдал и все и девочка на взрыв ну как девочка у нее уже двое детей и у этой девочки крышу так мама меня не любила и не любит я говорю ну может себе она говорит что любит но я вот это любовью не назову и вот так раз и все девочки неделя мозговых переломов и не дай бог в психушку чуть не попала и она подождите можно потом на консультацию можно и мне пришлось на консультации это все опять тихо 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 мама не специально она вот ну все самки на земле такие у тебя же ту же дочь и это я тихо 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 там паника была такая что как будто это началось землетрясение 9 баллов там для нее это был ужас поэтому когда мне там просят а вот на 5 видите на простой бля ребята вы точно хотите узнать ответ без переломов хотя бы нежно поэтому я почему я говорю давайте лучше это все нежно и с перепиской нам не дано предугадать чем наше слово отзовется и это так на вид каранов веселый а так как-то не спрашивайте меня потому что как-то не спрашивайте у меня совета потому что чувство юмора у меня разве это лучше чем чувство жалости я ну да потому что так я это благо что у нас это просто зашли в гости да то есть я сейчас начну углубляться потом прервусь и скажу а вот и все собственно да и он будет выходить и подмигивать что там еще есть пишет девушка ценит ее на плохих парней все время плохие парни несмотря на то что в детстве не благополучная семья естественно а результат плохие парни здрасте ребят тема м-жо там все про это песня крылова девочка отличница в городе жила кого она выбрала того кто чистил краденый наган почему либо в книге м-жо капранова либо в семинаре м-жо капранова либо в 33 в теме м-жо у капранова блин все про это рассказал вот даже сейчас даже заморачиваться не буду вот блин интрига везде наговорить уже просто везде на году на такое ощущение иногда когда идти на запись там или еще один все время прикалываюсь вот когда со мной договариваться заранее давай проведем вот на эту тему все нет хорошо просто в гости да пожалуйста вот вопрос да похер а когда вот на эту тему не такое ощущение я же все рассказал я все рассказал вы че еще так хотите а вот эти до сих пор спрашивают пишет представляете а мне но это же не те которые а это но она ищет давайте я коротко скажу женщины для того чтобы родить ну то есть у мужчины главное за вот главная задача научиться выживать в этом мире поэтому мужчина это не тела мужчина это сначала образ мира как он его понял потом образ я свои сильные слабые стороны потом научиться со своими сильными слабыми сторонами в этом мире как-то пробираться индивидуальная стратегия по выживанию это называется образ мысли потом я делаю выбор и если я делаю выбор и так и поступаю то это образ жизни поэтому мужчина в конечном итоге это вообще-то образ жизни поэтому образ жизни мужчины ни хрена не меняется практически когда его меняет меняется весь мужчина и ломается это мужики не гнутся скорее ломаются так вот это образ жизни так вот мужчине надо создать образ жизни обосновать его себе поэтому я так шутку говорю что мужика скромная задача стать богом ну то есть понять этот мир понять правила из эти правила держать в башке потому что у женщины приоритеты всегда меняется вот а мужчина очень жаль все равно вот это главное но деньги вперед утром стулья а вечером можно только деньги вперед то есть вечер раньше то есть неважно он должен держать этот стержень обязан но это его задача женщин продлить жизнь чтобы ее ребятеныш был выживаемее чем она и чему поэтому у нее там куча своих навыков по выживанию и потом она находит мужика который выживал не так как она вот те три взгляды сначала как ты выжил как ты спас и каждый лес и приставал потом срочно хапнуть от него генов но для того чтобы там все процентов моих все процентов его а потом желательно чтобы это чадо воспитывалось в этой системе координат но если учесть что мужчина другой образ жизни жить с ним это не фонтан поэтому влюбиться заняться с ним сексом забеременеть и жить это вообще все разные вещи поэтому можно нежно хотеть но просчитывая последствия но его нафиг потому что часть характера все-таки наследуется и когда вы унаследовали это это как-то вот тоже одна девочка испорченная капрана сидела в офисе а там сидели девочки не испорчены озвучивали там при всех женскую основном мечту покойцы почти вот на эти лоха который будет все обеспечивать так далее там вот всю семью вот все и найти такого альфа-самца и с ним это сидела слушал слушал девки а рожать вы от кого будете от альфа-самца или от этого лоха хорошо а ребенок зачатый от альфа-самца и воспитанный за дротом это как будет все перестань задавать глупые вопросы все вот это вот когда начинаешь думать о последствиях вообще думать поэтому вот это вот моя любимая сейчас вот лозунг думайте это полезно вообще думать это вообще-то умение такое блин хорошие у нас сегодня думаете люди перед тем как у нас в основном сейчас не думает не думает а сейчас всех телефонов поэтому информации полно информации а умение пользоваться этой информацией его нет и вот поэтому моя основная задача сказать вроде бы парадоксальные вещи но как говорил сократ почему для меня все-таки сократ это идеал он год я продолжаю дело своей повивали он делай свои бабки набора повитухой так то есть я помогаю рождаться только мысли чтобы мысль рождалась не заимствовалась а рождалась чтобы люди учились думать вот это но я считаю на это оптимистическую но ты если есть нам какие-то еще вопросы конечно запросто но это помог передачи вопросы ответы а здесь вот мы просто так посидели и подумали я так смотрю у тебя уже на лице такую опа ушла в себя вернусь нескоро ну да вы же здорово нет ничего здесь не должен нравиться а тебя тебя потому что вот какой у ребенка да взгляд вовнутрь он тебя смотрит свою крась и ты понимаешь что памперс надо менять ушел в себя ну что будем прощаться потому что капранову сегодня еще немножечко завалить еще чая видеть вот уже с половиной и допил ты как вас допил сам ты квас допил да вот у меня тут заварить нового чая включить компьютер включить камеру и настроить skype мне уже скоро работать спасибо алексей что делили на время счастья вам видимся всем пока